Девушки отдыхают А я тоже в Полтаве родилась В военном городке Мне и фамилию на память дали Полтавец Так значит, говорите, что сдали его В Полтавский детский дом В Полтавский В Полтавский У нас в Акурат там дивизия стояла И я прямо не заезжай домой сразу Гладиолус, а ну свяжись с Полтавой Пусть проверят Пусть проверят Ромашка, я Гладиолус Дай-ка мне Полтавское управление Младенцу дали новое имя Полтавец Василий Васильевич Еще из Полтавы его переезли в Одессу Здоровьем он был хилый Скажите Спасибо, что я вовремя подошел к окну Сейчас бы горел, как швед под Полтавой Понял? Номер один Степан Рабочий из Полтавы Номер один Степанида Рабочий из Полтавы Сам ты откуда? В Полтавы Сам ты откуда будешь? В Полтавы А вот ты Ты кто? Это? Другого родлива Из Полтавы Скажу вам, сынки мои Я родился на Полтавщине В селе Осташково Я Катеньку отправляю К тетке в Полтаву А где я буду тренироваться, когда нас в Полтаве нету? Летом льда Завтра мама приедет Малую в Полтаву заберет С Украины, что ли? С Полтавы А вы звездки знаете? Я сейчас я на конте Так он дома Его вчера вечеряк привезли Вин сразу Семену заложил, что ты в Полтаве А я должен был тебе привезти И сразу до него Да он в командировку в Полтаву едет Хочу ему адресочек дать Побили как шведы под Полтавой Ну а если серьезно, откуда? С Полтавы Ну тогда здоровенькие были Ласкова просима Семен дякую Гоголь Николай Васильевич Родился в 1709 году в Полтавской губернии Откуда эта Ульяна взялась с диканьки? Да приехала с год назад сюда с Полтавы Скромная вдова А куда уедете? В Полтавскую губернию Слышка вот эта, зачем? Дочка, параська В Полтаве на базаре купила у цыган У дьяка собрется славная компания Пан Голова, пан Писарь, Козак Свербегус Заезжий певший з Полтави Знаменито берущий басом Полтава Это средина нашей земли Тут нема кому с кем битись А тут никогда не будет Битвы на цей земле Завжди повинны бути спокойно и мирно на праце И святками того винчанья полки Что заражают Украину Мир городский Лубинский Полтавский Карл движется к Полтаве Шведский король Карл 12 Направляющийся со всей своей армией На Москву Был задержан русскими под Полтавой Если Карл прорвется под Полтавой И никакой Полтавы Этот друг Будет драться рядом с тобой под Полтавой Царь-то выступил к Полтаве с войсками Какой уж тут двор О как Полтаву осадили окаянные Шведы Это их большой король Карл Разберется к солнцу Воевать мы с москалями Будет бить под Полтавой Если кто и будет биться с Полтавой То не мифичные шведы А лишь мы с панами за порожцами Если они наконец-то выженят за тематство То при шлепку от того гусака Ваше королевское величество Король шведский Проиграл биту под Полтавой Он разбит на голову И отступает на юг Ваше величество Дорога на Польшу Свободна Трон и корона Ждут вас Сведения из России Его величество Шведский король Карл Полностью окружил войска Русского государя Возле какой-то Полтавы Бедный царь Петр Очень интересно Оставьте для герцоги Из Полтавы Програли все Криммолтапы Презагнать наконец-то Презагнать 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 Полтавскую пехоту Это раз это И не было бы Капницей все Доносим Взрат Полтавы После разгрома армии Карла 12 Под Полтавой Более 10 тысяч Пленных шведов Сосланы в Сибирь Ты овдовела При Полтаве Ты овдовела При Полтаве Вдовья Вуаль Была тебе Наградой Ты овдовела При Полтаве Вдовья Вуаль Была И тебе Наградой Вы овдовели при Полтаве. Вдовьи Вуали были вам наградой. И как же таких молодых офицерами делают? Эээ, небось, под Полтавой два полка шведов пихой заколол. Вы на дело под Полтавой. Вы что тут Полтаву устроили, черти? Никак шведы бунт подняли? Мы вас на Полтавой побили, сейчас побьем. Что-то я тебя в Полтава не видеть. И тогда свою мамку сиську сосать. Они тебя знают. Вот в этом залог нашей победы. Как говорили шведы под Полтавой. А ты сейчас забоймаешься? Где? Ах, да. Ох, Андрюх, ты знаешь, страдаю, как, как швед под Полтавой. Если б я тогда на вас не наехала, вы бы давно погибли, как швед под Полтавой. Швед, а не швед. Это кто у тебя в углу? Это? А? Наполеон Бонапарт. Разгром под Полтавой. Зачем? История же. Ну, во-первых, Наполеона под Полтавой никогда не было. Это ты его ведь с Карлом XII перепутал. Слышь, меня тут тоже на днях спрашивает один. Говорит, какая численность армии Карла XII в битве под Полтавой? Я говорю, да нахрена мне эта численность? Уфельева башня. Штурм Бастилии, где граф Монте-Кристо сидел. Ты как войти? У него Наполеонка Полтава, у тебя Бастилия. Так это ж из Полтавы. Чего? Из Полтавы, говорю. Точно, из Бородино. Именем Великого Петра. Под знаменами Нарвы и Полтавы. Ты что, не узнаешь героя Полтавы? Вон из моего дома. Отстань. Иначе я в сей момент вторую Полтаву учиню. Вон. И как Полтава в сладуги идет. Так точно. 54-пушечный фрегат Полтава подходит. Вижу, Корсаков. Вижу. Капитан Антон Свиньин, извольте сесть вельбот, зайти на Полтаву, принять команду и фрегат с приличествующими маневрами сюда привезти. Плачет у постели умирающего кумира герой Калиша Батрина Полтавы, князь Меньшиков. Перед вами мозаичная картина Полтавской баталии, вся площадь которой около 300 квадратных фунтов. Так медленно, день за днем, рождалась Полтавская баталия. Нормальное впечатление. Лучше, чем у шведов от Полтавы. А иначе погорим. Как швед под Полтавой. И так было еще во времена шведов. Под Полтавой? Под Полтавой. Только не подумайте удирать. Я и в Полтаве найду. Да, и давайте сразу же следующее. Через Стокгольм, в Киев, в Аравии. Немедленно скоординируйте развитие стачки в Николаеве, Полтаве и других городах. Вот тут 4 полка из армии Конолевского. Кем с Полтавой не иначе? Уже освобожден Чернигов. Петлюровцы выбиты из Полтавы и Екатеринослава. Вас обманывают! Из Полтавы движется украинское советское войско! А Катюбинский, алло, слышишь? Катюбинский двинулся на Полтаву. Что? Вот. От Харькова через Полтаву на нас движутся боевые силы, именующие себя украинской советской армией. Владимир Синомович. Да? Убит полковник Львов. Что? Когда? Вчера в боях за Полтаву. Ах ты, Господи! Удостоверение поручику Князеву вступить в союз со всеми антибольшевистскими силами Полтавской и Харьковской губерний. В Красной армии когда-то я служил солдатам, а Полтавой выпал на мне равный бой. Был среди нас боец Калуга, так прозвали друга, он от пули прикрывал меня собой. Калуга моя, вы с Полтавою друзья, нашу службу, нашу дружбу, позабыть нельзя. Калуга моя, вы с Полтавою друзья, нашу службу, нашу дружбу, позабыть нельзя. Нам пришлось бы очень круто, если бы не Калуга на врага, он с Баканова налетел. Банда к лесу отступила, друг, теряя силы, мой дружок упал. Отряда сиротел, Калуга моя, вы с Полтавою друзья, нашу службу, нашу дружбу, позабыть нельзя. Шли мы в дом детям, женам панки, детям зеленым ромоком, берегам, с Победой улыбли. На Калугу вспоминали, песни разбивали, по кругу цветы полтавцы отстрели. Калуга моя, вы с Полтавою друзья, нашу дружбу, нашу дружбу, позабыть нельзя. Работа по снабжению, в результате которой исчез железнодорожный маршрут с продовольствием, идущий из Полтавы в голодающее по Волжье. Рассвет американские дейцы. Это же полтавские кугуты. Валерий Павлович, вы меня извините, но мне пора. Мне в Полтаву нужно улетать. Подумаешь, в одного язва с Полтавой, а в другого танца с полигоном. Это хорошо, давай сами. Товарищ Шкалов, во-первых, Сегизмут Ливаневский сейчас в Полтаве, Михаил Громов на отлете. Разведка установила, главные потоки войск противника идут к району Полтава-Харьков. Что можете сказать об эстонах? Дело Лоскова было первеном особой, а дело сразу же после его прибытия в часть. Поповский сын из деревни Вилок и Полтавской области. Я наблюдал за ним. Стеценко тоже из-под Полтавы. Кстати, был под сильным влиянием Великанова. О, мы ее, смотрим, в Полтаве покупали. Откуда вы, девчата? Из Смоленска. Вот трое из Смоленска, да из Полтавы. Тут и французы, и чехи. Что вы, представьте себе. Ялта, Карпаты, сады Винницы, золотые хлеба Полтавщин. Нынче здесь, завтра там. Ну и случайно. Полтава. Уважаемые полтавчане и гости города. Перед вами Христово-Сдвиженский монастырь. Украинское барокусе, день 17 века. Основан полковником Пушкарем, соратником Богдана Хмельницкого. Мастер спорта Иван Макуленко, Полтава. Допустим, что поставка на летах рейдов. Насколько лет 2, Полтава 2. Полтава. Это газета американская, товарищи. И вот, что они о нас пишут. Формоза Тайбей. От собственного корреспондента. По имеющимся здесь пока неофициальным сведениям, танкер Полтавы не был захвачен формозскими военными кораблями, как это утверждает советское правительство. Танкер Полтава сам добровольно пришел в формозский пор Гаусюн. Какой это? Он должен убедить консула, что все моряки танкера Полтава не желают вернуться в Советский Союз. Вторые блюда котлеты Полтавской, гуляш. А вы на какой улице живете? На Полтавской. Вот я теперь всех буду на Полтавской. Какой там адрес на конверте написан? Полтавская, 32. Полтавская, 32. Их тела были обнаружены недалеко от железнодорожной насыпи в районе улицы Полтавская в Кировограде на расстоянии 500 метров друг от друга. Тело обнаружено в его квартире по адресу Полтавская, 32, квартира 7. Харитонов Николай Алексеевич, 58-го года рождения. Русский. Хэ, Полтава. А что там по фуре? Поступил звонок с заправки под Полтавой. Сотрудница говорит, там какая-то странная ситуация с водилой фуры произошла. Жаль, что вы от нас уходите, Валентина Сергеевна. Куда планируете податься? Поеду к родственникам в Полтаву. А у вас как дела? Я тоже переезжаю, еду в Полтаву к родственникам. Когда я представлю, что кордон с Россией может быть под Полтавой, то у меня такое ощущение, что у меня сейчас инсульт хватит.